13.22 в столице мы продолжаем и сейчас вот о чем в россии могут заблокировать все vpn протоколы сми пишут что минцифра уже запросила информацию о программах которые используют сейчас по одной из версий подключение к vpn может стать госуслугой что это значит подключение к ней ограничат пока сервисы в свободном доступе и мы решили разобраться что к чему если vpn будет запрещен конечно ли создаст проблемы для онлайн бизнеса особенно для тех у кого основная аудитория находится в соцсетях обычно блогер психолог ольга через экран монитора учит людей не поддаваться панике но от последних новостей есть самой сложно сохранять спокойствие в россии могут заблокировать все vpn протоколы благодаря которым вы обычно подключаетесь к заблокированным в россии сайтам и приложениям ничего не решено это просто обсуждается то есть судя по всему доложили проблему дальше государство правительство начинает думать насколько проблема влияет на ситуацию да надо ли решать срочно не срочно какой глубины она нуждается в решении какого качества вот мы сейчас с вами находимся период когда вот этот вопрос и обсуждается и пока профильные министерства и органы по надзору решают что делать vpn течи банковский счет напрямую зависит от частоты появления в интернете задумались что делать если все же протоколы заблокируют либо переезжать за границу там где можно работать без vpn для того чтобы бизнес дальше развивался либо второй вариант второй вариант передать аккаунт тем кто живет за границей чтобы они его вели вот пожалуйста а третий вариант поставить там точку на своем бизнесе да блогер рассказывает что ее коллеги разделились на две части одни уехали в другие страны и оттуда ведут свои аккаунты в социальных сетях которые в нашей стране запрещены те кто остался дома либо используют vpn либо переезжают на разрешенные ресурсы вторая часть сидит через vpn также выкладывает контент и общается подписчиками я точно так же работаю потому что по-другому невозможно коммуницировать с аудитории давать потому что там у меня там больше миллиона подписчиков и я не могу их перевести например всех в различные соцсети но пострадать от блокировки могут не только лидеры мнений эксперты говорят что такие действия могут затронуть сектор айти ряд сервисов необходимых программистам для работы принадлежит недружественным нам странам и получить доступ к ним можно только через vpn хотя сами представители отрасли настроены оптимистично максимум скорее всего что стоит ожидать это на очень короткий промежуток взлет цен айти индустрии из-за того что некоторые ресурсы недоступны и приходится что-то делать вручную но это продлится достаточно недолго что вообще такое vpn виртуальная частная сеть так расшифровывается название впервые появившийся в 1996 году должна создавать безопасное интернет-соединение это сервер через который мировую паутину отправляются поисковые запросы при этом данные пользователя зашифровываются хоть создавалась технология с благой целью использование общедоступных бесплатных сервисов несет много рисков опасность в том что мы часто пишем какие-то пароли какие-то личные данные и отправляем через vpn и следовательно это получает какое-то третье лицо которое если не слишком законопослушная следовательно может эти данные использовать по-другому эксперты говорят что vpn и либо зарабатывают на рекламе либо продают наши данные опасность получается есть в пленах которые там нужно будет ввести свои данные до регистрацию пройти получается ввести данные оплаты вводим свои карты российские оплата также там учатся в долларах различные различные способы есть обмана на самом деле борьба с vpn в россии идет почти на протяжении года вот перечень наиболее известных сервисов которые пали в неравной борьбе с роскомнадзором и этот список постоянно пополняется здесь конечно нужно занять определенную позицию здесь нет уже возможности пользоваться полумерами и либо запретить и ввести такое же на регулирование как вот в китае например они полностью отказались и вели цензуру на некоторый контент действительно в поднебесной очень развита интернет цензура там существует государственный проект золотой щит или как его еще называют великий китайский фаербол систему блокирует доступ с территории китая к длинному ряду иностранных сайтов а использование не одобренных правительством страны vpn протоколов вообще считается преступлением о том что подобные приложения появятся в россии говорят и некоторые наши блогеры я думаю то что позже ведомство даем наше государство и думал создаст свой пен который мы сможем использовать уже в россии потому что и пены которые сейчас используются да которые качают многие пользователи в россии они просто собирают данные и наши информации летом россия заняла второе место в мире по количеству скачиваний vpn сервисов чаще нас их устанавливали только в индии основная причина желание пользователей получить доступ к запрещенным в стране социальным сетям юридически использовать vpn протоколы можно ответственности за это в нашей стране нет по крайней мере пока евгений не умой на арина макарян москва 24